Испытания холодостойких сортов голубики в Сыктывкаре идут успешно. Год назад сотрудники научно-исследовательского института сельского хозяйства КОМИ высадили 400 кустов ягоды, чтобы выбрать наиболее подходящие для севера. Инициатором эксперимента выступил Республиканский фонд поддержки инновационных проектов. Любовь Лапина узнала, можно ли в регионе выращивать голубику в промышленных масштабах. Вот те самые плантации с ценной голубой ягодой. Пока саженцы пережили только одну зиму, но уже сегодня ученые с радостью отмечают и в наших условиях дачники вполне могут выращивать голубику на грядках. Через 7 лет такой куст достигнет полутора метров. Всего на полях Росельхозакадемии 17 разных сортов голубики. Есть и новозеландские, и американские, и финские. Но в КОМИ все они попали из Белоруссии. В России деньги на голубики пока еще никто не делает, а вот наши братья-славяне уже не первый год зарабатывают на этой ягоде. Сейчас там десятки плантаций по 15-20 гектаров. Голубику высокорослую часто путают с голубикой топенной, которая произрастает в лесу, и все думают, что голубика высокорослая требует болотистых и переувлажненных мест. Голубика высокорослая растет на возвышенных и солнечных местах. Уже сейчас на веточках красуется грозья. Специалисты говорят, скорее всего, к августу на опытной делянке они соберут хороший урожай. Главное, чтобы птицы его не поклевали. Если все будет идти по плану, то уже через пару лет питомник выйдет на промышленные масштабы. Мы заложим несколько промышленных плантаций голубики садовой, где будем собирать плоды голубики в объеме от 3 до 5 килограмм с каждого куста. Саженцы будут продавать и садоводам. Уже сейчас многие дачники хотели бы выращивать на своих участках редкую и очень ценную ягоду. Ведь голубика славится тем, что улучшает зрение и выводит радионуклеиды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!